Как найти документы о людях в вашей семье, пострадавших от действий власти? Интернированные, репрессированные, перемещенные лица, осужденные, раскулаченные. Ужасное количество преимущественно иностранных терминов. Объединяющее начало всем понятно. Это, как я уже сказала, лица, пострадавшие от действий власти, своей или другого государства, если это было в период военных действий. Разберемся с каждым. Нет, это не лозунг власти, это то, что мы сейчас сделаем в видео. Вам поможет архив в городе Бад-Арользен. Вот он, где находится. Реальный такой небольшой городок в Германии, в котором содержатся нужные нам документы. Это архив и центр документации о национал-социалистическом преследовании и выживших, освобожденных из неволи. Из документального архива, в котором более 30 миллионов документов, преследовавшиеся в тот период их потомки, то есть мы с вами, получают информацию о нахождении в заключении, подневольном труде, а также о помощи союзников в послевоенное время. До 2006 года доступа в архив не было, и мы не могли лично туда приехать и поискать. А теперь можем, либо можем заказать командировку специалисту по нашему конкретному вопросу. Но можно также и отправить запрос. Вот здесь вот в разделе «Справки» есть форма, которую можно легко заполнить за небольшое количество времени на русском или на английском языке. А также, если вы делали уже запрос «Красный крест» или «Армию спасения», можно повторить запрос сюда, потому что это, по сути, основная база данных. И, собственно, они сами пишут о том, что повторный запрос может принести либо положительный ответ, либо как-то прояснить ваш первый запрос, потому что изменилась методология поиска. Для начала поиска в процессе разговоров с семьей уточните фамилия, имя, отчество, год рождения и место жительства на момент репрессии. Можно в пределах крупного территориального деления, например, области. Есть ли у вас доказательства родства с репрессированным? Могут спросить, даже если прошло более 75 лет. Помните о том, что записи о рождении, заключении брака, о смерти человека, как правило, можно запросить повторно в архивах ЗАГС по месту регистрации. И сделать это дистанционно или лично, если есть возможность, но дистанционно нет никаких проблем это сделать. Не нужно приезжать куда-то, откуда ваши предки, а можно оставаться на месте и получить все нужные документы. Статьи были разные, но даже те, что были экономическими, на деле могли быть политическим способом избавиться от инакомыслящих элементов. Ведь в рядах власти преступления можно было совершать безнаказанно, особенно в 1920-40-е годы. Любая отсидка в советское время может быть проверена, если у вас есть основания для доступа к делу, то есть документы о родстве на руках. Как правило, осуждение по надуманным статьям было уже в более позднее советское время, и статус документов с ограниченным доступом все еще действует даже на законных основаниях, без перестраховки сотрудников на местах. Это процесс времен Гражданской войны и после. Наиболее массовым стал в 30-х годах. Меры, высылка за пределы населенного пункта, отбор нажитого и заработанного. Такое впечатление, что основная цель была сломить человека и не дать работать дальше на себя. Ну, конечно, нам неизвестно, какая была основная цель, но эффект производил такое это действие чаще всего. Команда односельчанам, что можно наконец-то отнять и поделить. Вот такой посыл был. Всегда найдутся соседи, желающие снять последнее с человека, особенно если им сказать, что он виноват в их бедности, а не они сами. Так же, как и с жертвами сексуального насилия, популярная сейчас тема, и это очень хорошо, как бы некоторые не доводили это до абсурда. Жертвы насилия со стороны власти не разглашают своих тайн, потому что, как правило, они сами убиты или замучены, либо сломлены. Не может один человек сопротивляться системе. Семьи тоже молчат, потому что все забывается, и мы удивительно слепы и глухи, когда нам позволяет ситуация, такой закон выживания. Спасибо мемориалу за созданные электронные базы и особенное Юрию Дмитриеву, который помимо огромной работы в поле, еще и заведенным на него делом, которое, конечно, лучше бы не случалось, привлек огромное внимание к теме поиска информации о вычергнутых из семейной памяти событиях. Если все-таки белое пятно в семье стало очевидным, вам очень повезло, если старшее поколение пошло навстречу и рассказало то, что помнят, если ваши бабушки, дедушки, тети, дядья назвали имена и даты. К счастью, тема репрессированных и доступа к личным делам уже несколько лет активна в СМИ, и с общественной поддержкой взяться прочитать эти страницы истории семьи легче. Вы герои, если взялись за это. Переходим ко второй части. Общий совет. Пишите везде. Ну правда, вы думаете, что отписка занимает много времени у чиновников? Вам жалко лишнего конверта или строчки в электронном виде? И все же, кому в каких случаях писать? Хватит тут бесполезный совет раздавать, скажете вы. Хорошо. Для того, чтобы посмотреть архивно-следственное дело и получить архивную справку, получить копию анкеты арестованного, а также приговора и акта о приведении приговора в исполнение в случае расстрела, вам нужно обратиться в областное управление ФСБ по месту проведения следствия или по месту рождения. Еще в своем обращении попросите выслать архивное дело в архив ФСБ по месту вашего жительства для ознакомления в читальном зале архива. Возможно, это сработает, но мне в последние разы отказывали. Форма обращения у меня есть. Напишите, если интересно, я скину. Но, в принципе, не стоит передавать этому много значения. Вы имеете право писать и в свободной форме, без шапки, соблюдения определенных полей и так далее. Просто пишите четко и по делу, и ставьте свою живую подпись. Отправляйте заказным обычным письмом, так точно будете знать, что оно дошло. Более консервативные методы связи проще отслеживать. Если вы хотите получить сведения о дате и причине высылки, о составе семьи на момент высылки, о месте ссылки, отправьте запрос ВЦ МВД по месту жительства родственника на момент репрессии. Если вам уже известно место ссылки, вы можете попробовать выяснить в МВД по месту отбытия наказания дату освобождения из ссылки, снятие с учета, информацию о случаях смерти, рождения, а также информацию о том, откуда человек прибыл. Могут запросить подтверждение родства в случае положительного результата. Государственный областной архив по месту раскулачивания. Не часто, но иногда можно посмотреть или получить копии решения сельского схода о раскулачивании, документы со сведениями о лишении избирательных прав и даже личное дело в областном архиве. Доказательства родства, как правило, не требуются. Социальные запросы выполняются бесплатно, и инструкции есть на сайтах большинства архивов. Можно написать запрос в свободной форме на электронную почту. Социальные запросы вообще быстрее исполняются, чем генеалогические. Однако попадает ли ваш запрос под эту классификацию, лучше уточнить в нужном вам архиве по телефону. Архив Бата Рольдзен нужен, если вы подозреваете, что ваш родственник был пострадавшим от нацистского или социалистического режима за границей. О нем я уже сказала несколько минут назад, и хочу добавить, что Красный Крест и Армия Спасения, хотя и являются хорошими вариантами для подобного поиска, основной массив информации в этом архиве. А организации, такие как Красный Крест, до открытия архива в силу своих гуманитарных целей осуществляли работу посредников. Если можно обратиться напрямую в место хранения информации, следует так и сделать. У этих организаций и так есть чем заняться. Когда вам кажется, что политика вас не касается, взгляните на свою семью открытыми глазами, на ее историю. Однако нет никакого смысла сравнивать старые режимы и новые. Нет и не может быть сейчас репрессий, как в 30-х годах. Те, кто утверждают, что все повторяется, живут на заре философии в те времена, когда люди считали, что мир стабилен и стоит на трех черепахах. В нашей жизни много страха, и не надо добавлять еще и страхи из прошлого. Желаю вам знать и не бояться. Удачи в ваших поисках.